Включай, включай. Добрый вечер. Включим, включай. Да, добрый вечер. Нам с тобой надо это, милый друг, всегда быть милым. Я смотрю просто последний раз, мы с тобой ровно две недели назад встречались. Ладно, может не ровно две недели, но вот мне машинка показывает, что две недели назад был загружен последний этот, последний наш с тобой разговор. Я к тому, что надо, надо, новогодние праздники прошли, сейчас китайский Новый год встретим, и надо входить в режим уже, уже в режим. Вот. Вино налито? Да, вино, коньяк. У тебя коньяк или вино? Да, у меня коньяк, потому что я вернулся в богоспасаемую Кайганду, и теперь уже подкаст снова может быть, скажем так, ой, душа моя, ты начинаешь пропадать. Нет, я здесь. А звука нет. Не может быть. Жопа есть, то слово нет. Ясно. Вернулся ты в богоспасаемую Кайганду. Расскажи, не знаю, хочешь поговорить про настроение в богоспасаемой России? Ну, насчет богоспасаемости России вопрос очень дискуссионный, потому что спасает ли Бог вот такое? Сомнительно. Ну, настроения какие настроения? Все радуются, пускают фейерверки и катаются на санях. Все как раньше. Просто ты же помнишь, да? Да, все как в 1916 году, как в 1917, в январе, я имею в виду, естественно. Все то же самое. То есть все прекрасно, батюшка царь правит и царствует. И дай Бог ему хотя бы до февраля. Долгие лета? Долгие, конечно, долгие. Я вот кого-то смотрел, кого-то, ну, это не Арестович был, но кто-то был, который сказал, типа, потому что мы желаем Путину 120 лет жизни. Вот нам еще, типа, того, чтобы и судить его, и пытать, и в одиночную камеру засовывать. Вот. Такие, знаешь, кровожадные либералы. Вот. Ветхозаветные кровожадные либералы. Око за око, зуб за зуб, руку за руку и так далее. Я к чему? Я к тому, что, понимаешь, как бы, я все-таки вот, я это и в России думал, и сейчас я продолжаю это думать. Ты, когда уезжаешь и не дышишь воздухом местным, ты перестаешь понимать, ты остаешься вот в том времени, в котором ты жил. То есть вот, условно, я помню, как выглядел февраль 22-го года в России, как выглядел еще немножко, я в марте вначале уехал, да, еще примерно плюс-минус понимаю, как марта выглядел. А, например, как уже выглядел июль или октябрь, я уже не знаю. Поэтому настроения людей мне непонятны. Вот. Я, конечно, пытаюсь исходить, я пытаюсь как бы не отрубать себя от любимых друзей, которые ходят по ресторанам, театрам и отдыхают, значит, красиво живут, вот, чтобы посмотреть такое, ага, действительно, да, люди, у людей все в порядке, они патриоты, они молодцы, вот. Вот, но вот этого вот, как бы, воздуха его не хватает. Поэтому, если есть возможность поговорить с человеком, который был в России, подышал воздухом и может сказать, как обстоят дела на местах, вот, это, мне кажется, всегда более полезно, чем любое рассуждение о том, как нам переустую, как нам реорганизовать рабквин. Понимаешь, о чем я, да? Конечно, согласен, но здесь выборка будет не очень репрезентативна, потому что все-таки Екатеринбург, он отличается очень сильно от среднестатистической России, даже от Челябинска, я еще и Челябинск захватил по пути, и Екатеринбург, он все-таки немножко отдельный, там нет латинских букв одиозных на вывесках, на каких-то плакатах, на новогодних поздравлениях. И если визуально там вообще ничего не поменялось, вот так вот, если не углубляться, больше того, даже замечательный Сима Лэн с его молебнами во славу государя, они сняли огромную латинскую букву, которая висела рядом с их центральным офисом, и вместо латинской буквы повесили рекламу, как хорошо у них заказывать китайское говно. Здесь надо, подожди, здесь нужна большая звездочка, и всем, кто не знает, что такое Сима Лэнт. Да, погублите, пожалуйста. Да, это потрясающая история совершенно, жители Екатеринбурга друг другу ее рассказывают, мне кажется. Я человек жил пять лет в Екатеринбурге, и даже я знаю, что такое Сима Лэнт, это какая-то невероятно странная хрень вообще. Это такое уральское омсинрико сейчас очень популярно, вспоминать именно эту японскую секту, но вот хорошее такое, хорошее сравнение. Хотя я тебе вот, извините, немножко маленькая в сторону, да, я тебе напомню, что я вообще из Екатеринбурга уехал, в том числе еще и потому, что я в какой-то момент устроился на работу к мужику, у него, значит, была сеть ресторанов, и я у него там дизайном, маркетингом занимался. И он в какой-то момент на общем собрании предложил, я не помню, какой это был год, но он, короче, на общем собрании предложил разработать плакаты, которые мы повесим, значит, на вход во все его рестораны, на которые будет написано, что, мол, типа, Барака Обаму в этих ресторанах мы не обслуживаем как-то, или Бараку Обаме вход запрещен. И все на общем собрании посмеялись, я так прям смотрел на лица, на людей, люди немножко так это улыбались, но там какая-то болезненная такая была реакция, вот, а я так на это все посмотрел, говорю, слушайте, вы нормальные люди-то вообще, вот, и после этого, собственно, собрался и уволился, вот, и после этого я уже, собственно, собрал вещи, то есть это была такая последняя попытка как-то остаться в Екатеринбурге, собрал вещи, уехал сначала в Нижнее, а потом в Москву, вот, ну, то есть я к тому, что как бы, это не показатель, что, знаете, в Екатеринбурге живут Симолэнд и вот этот мужик, который, значит, считал, что сеть ресторанов и политическое высказывание это отличная мысль, неважно, господи, зачем я это вспомнил? Нет, нет, очень хорошо, что ты это вспомнил, у нас действительно очень контрастный город Екатеринбург, в том смысле, что у нас есть какие-то безумные вот эти вот Таум Синрико, которые Симолэнд, и есть в то же время Ройзман, и есть в то же время Константин Гиселев, это депутат города Думы, совершенно адекватнейший человек, он играет там в квизы, в мозгобойни, в квиз-плиз и так далее, и есть Влад Бостников, депутат местный, то есть, ну, точнее, кандидат депутата, я к тому, что у нас очень сильно, очень широкое поле, то есть если в Челябинске там, вот кто в Челябинске, можешь сказать кому-нибудь из Челябинска, какого-нибудь известного поклонника происходящего или противника происходящего, мне кажется, там нет ни того, ни другого, там все очень ровненько, как им скажут, так они и действуют. Это так не работает, не, не, постой, так не работает, потому что Челябинск более ровный город, он, мне кажется, более, то есть, две вещи, во-первых, на самом деле, мне кажется, все большие города России чем-то специфически своим известны, да, то есть, я могу тебе, например, не Екатеринбург привести в пример, да, вот ты говоришь, давайте сравним Екатеринбург и Челябинск, давайте сравним Екатеринбург и Санкт-Петербург, а в Санкт-Петербурге тоже куча приятных людей, которые против власти выступают и так далее, так далее, а Новосибирск? Но там же в Челябинске куча людей, которые за происходящие, и там вот установили замечательный стендик, где два сердечка с названиями городов, один как бы Санкт-Петербург, а другой не Санкт-Петербург и И так далее. То есть там охватает... В новости пропустил. А про сердечки посмотри. Это известная штука. На дворцовой площади поставили два сердечка с надписью. Одно в Санкт-Петербург, другое в Мариуполь. А почему в Челябинске? Нет, в Санкт-Петербурге. Ты же говоришь про Санкт-Петербург. Это я вспомнил. Ты сказал, что там много людей, которые занимают ту или иную позицию. Я тебе хочу сказать, что там и иную позицию тоже занимают. Большое количество людей. И этим как раз Петербург похож на Екатеринбург. В отличие от почти что всех остальных городов, к сожалению. Потому что то, что мы видим новогоднее украшение в Москве, например, в парке Горького, где стоят три буквы Z, V и O. Причем буква V очень недвусмысленная. Если ее повернуть вверх ногами, она превращается в русскую L. И читается это все совершенно уже как зло. Ну, это я видел, да. Да. Поэтому, я не знаю, то ли это троллинг со стороны московских властей, с намеком, что давайте прекращать все это, потому что мы уже вот так тогда будем делать. Мы возвращаемся в тот разговор, который мы с тобой вели в прошлый раз. Да нет, это просто тупость. Люди просто... Просто тупость. Хорошо, а вот тогда тебе такой вопрос. Вот смотри, на днях на городском портале Екатеринбурга E1.ru вышла новость о том, что... Ты прям это, ты как это, реклама Екатеринбурга. Приезжайте к нам в Екатеринбург. Все, все, больше не буду ни слова, больше никаких медиаканалов. Тем более я не очень уважаю медиаканал, который я только что назвал. Ну, неважно. В смысле в том, что, что сказали журналисты, что написали журналисты, что в Средовской области в одном из городов был похоронен погибший боец ЧВК Вагнер. Похоронен был с почестями. Как говорится, как это самое, на восьмой международной конференции в Гааге выступали все и, значит, говорили много хорошего о погибшем герое. А в конце сносочка, что, значит, до участия в боевых действиях господин отбывал наказание за убийство матери, которую избил в пьяном состоянии, нанеся нескольких ударов. Вот как ты считаешь, ну, это же троллинг или это подача новостей просто в такой манере идет сейчас? Я все время, когда такие новости читаю, думаю о том, что вот... Извини, я немножко про другое, да, я думаю о том, что ведь это же на самом деле какой-то потрясающий, абсолютно мог бы выйти роман про современную Россию, да, такой, знаешь, большой, толстый, 800 страниц, в котором бы вот это было бы частью какая-то вот... Одна из историй могла бы быть именно такой. И единственная проблема то, что пока ты будешь этот 800-страничный роман писать, где у тебя одним из героев будет человек, который сначала убил мать в пьяном угаре, потом, значит, пошел, сел в тюрьму, потом пошел на войну, потом погиб, и его с почестями похоронили, все настолько сильно изменится, что к тому моменту, когда твой роман выйдет, он уже будет устаревшим. То есть, и там даже Пелевин раз в год не успевает, а ты-то уж со своими вот этими вот мудрствованиями в принципе не успеешь. Да, сейчас время бежит быстрее гораздо, чем пишутся романы. Слушай, а вот это вот такой вопрос... Вот, кстати, это вопрос к тебе именно. Ты как человек... Вот вопрос к тому, чтобы ты подышал воздухом и вернулся, и теперь можешь немножко повыдыхать его в мою сторону. А вот ты мне скажи, вот там остались в России люди, которые способны на троллинг. Ведь троллинг предполагает, во-первых, смелость, да, пусть даже она такая. Знаешь, даже если это фига в кармане, это все равно фига в кармане. Во-вторых, наличие хоть какого-то интеллекта. То есть, ну ты представляешь, журналист, который публикует вот эту новость, думает, ха-ха-ха, как я и хуел. Он не думает о том, что за ним могут условно прийти... Это я сейчас очень сильно из Берлина говорю, да, как бы вот восстанавливая, знаешь, такую мифическую КГБшников каких-то, мифических, которых на самом деле, как бы, наверное, еще не существует. Ну просто я к тому, что вот тролли... Ты все время говоришь, да, вот это троллинг, не троллинг, троллинг, не троллинг. А вот ты мне скажи, а троллинг еще вообще возможен в России? Возможно. Есть люди, которые... Да, я понял вопрос. Я думаю, что огромное количество людей осталось и способных на троллинг, и способных на адекватное восприятие происходящего, они просто не видят, к сожалению, другой возможности для реализации своей позиции, кроме как троллинг. И мы с тобой это обсуждали, да? А это не опасно? Нет, я не думаю, что это опасно, потому что интеллектуальный уровень, скажем так, соперничьих сторон, он все-таки различен. И это очень хорошее оружие в данном случае со стороны тех, кто троллит. Потому что они, в принципе, пишут все очень правильно. Они же ни слова не написали, что, господи, как это ужасно, что он убил свою маму. Нет, они написали, что это герой, прекрасный человек, чудеснейший, золотой. Он отдал жизнь за Родину. Что может быть лучше? Правда, перед этим он убил Киана Мугаремать. Господи, ну что ж, ну так это же Россия, ну с кем не бывает. Да кто не убивал Киана Мугаремать? Да, ступился, в конце концов. Но главное-то, что он положил жизнь за Россию. Вот ты вот уехал куда-то там, да? Я вот куда-то там уехал. Могли бы тоже жизнь положить за Россию, понимаешь? Вот, и этот троллинг. За свободу и Россию. Да, да, Вика Цыганова уже, она вот вылезает прямо уже из монитора. Это Газманов. Газманов, Газманов. Она где-то там вместе с ним. Давай, ты будешь рассказывать, а я буду делать вид, что она русская радио заиграла. Ой, нет, только не оно. Спасибо. Подкаста не будет, нас всех рвёт. И вот получается, что те, кто троллят, они всё равно чуть повыше уровня. Поэтому они будут троллить и дальше. Поэтому... Это как... Ведь открыли, ты, я не знаю, слышал или нет, открыли барельефы в мэрии Екатеринбурга бывшим главам города. И, естественно, там присутствует барельеф Евгения Вадимовича Ройзмана, который был главой города. И когда нынешнего действующего глава города спросили о том, что как же вы можете, в общем-то, врага народа тут размещать, да, фактически, он сказал, что... Ну, он же был главой этого города, ведь, да, у нас был. Ну, что там? Рак... А барельеф... Стой, подожди. Барельеф, они из чего? Да, из чего-нибудь, не знаю, из Чеканки, наверное, Уральской. Это не так важно. А в мэрии просто лица, скажем так, бывших главгорода, рядочком. Там есть и Академий Михайлович Чернецкий, естественно, и Высокинский, и вот Евгений Вадимович Ройзман. Соответственно, могли бы его там и не размещать, да, там, допустим, учитывая его позицию, но разместили. То есть есть здоровые какие-то рефлексы, хотя бы пока еще рефлексы. Я не знаю, насколько это говорит о том, что организм еще способен к выздоровлению или все-таки он безнадежен. Не знаю, не доктор, но надежда хотя бы какая-то есть. Итак, мы как-то... Я, во-первых, хотел пошутить о том, что вот раньше была история про то, что булыжник – это орудие пролетариата, троллинг – это орудие интеллектуала, вот, а во-вторых, слушай, ну это, мне кажется, как это... Как мы перешли от троллинга к барельефам с Ройзманом-то? В этом месте я потерял связь. Ты думаешь, это тоже вариант троллинга, что ли? Барельеф – это, конечно, не троллинг, тем более троллить Евгения Вадимовича вряд ли, потому что все-таки он человек уважаемый, серьезный. Но само размещение барельефа, я думаю, даже со стороны местных властей, это своего рода троллинг безумия охватившего остальных. Помнишь шутку? Не, мне кажется, что... Слушай, мне вот какая-то шутка по поводу нейросеть пишет за Ройзмана твиттер, где он там все... И ты иди нахуй, и ты иди нахуй. Вот. Серьезный, уважаемый человек Ройзман. Мне кажется, знаешь, в этом есть... Это не... Как это? Это не история про болезнь, но это некая история про адекватность. Вот как бы... И даже... Вот в случае, например, даже с барельефом, если бы меня кто-нибудь спросил мое мнение, да, что ты думаешь по этому поводу? Я бы сказал, что это как раз признак здоровья и адекватности, потому что... Как бы даже, знаешь, такой немножко отчаянный, отчаянная попытка ухватиться хоть за какое-то понимание нормальности, потому что... Ну, он был... То есть соблюдение... Попытка ухватиться за нормальность вот в этом... Во всем безумии, да, с тем, чтобы сохранить нормальность свою и при этом с некоторой точки зрения, да, там, соблюдая формальности. То есть даже вот... Как знаешь, психоаналитики, они же говорят, что, мол, типа, как выбираться, да, вот делайте вот это, вот это, вот это, а еще, пожалуйста, соблюдайте свою рутину. Да, то есть, если у тебя, например, депрессия, ну, например, да, то имеет смысл заставлять себя утром вставать там и идти чистить зубы. Вот если ты каждое утро это делаешь, это помогает тебе выбраться из депрессии, просто какую-то рутину соблюдать, да, там, или... Там, когда вот ты ходишь, например, у меня просто был такой опыт, ты помнишь, не помнишь, опять-таки, в Екатеринбурге я устраивался на работу на этот вот завод оптиковолоконный это у вас там самый секретный в центре города, красивое такое здание, модернистское, вообще охуенное. Ну, у вас секретный, так я и не помню, значит, ты же... В центре города стоит. Я скажу. Штаубе, Штаубе, по-моему, он называется. В общем, я у них две недели проработал, и перед тем, как устроиться к ним на работу, у меня был разговор с психологом местным. Она, конечно, как любой местный психолог, работающий на заводе, очень специфический персонаж. Мне кажется, ей самой нужен психолог, будем честны друг с другом. Вот. И она в какой-то момент, значит, мы там с ней разговаривали, я, значит, ну, вот это, и вот это, еще вот это, вот этим я занимался, буду делать вот это. Ну, короче, она какие-то там вопросы задает, сама что-то все время пишет, 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 пишет. И я думаю, какие она интересные вопросы задает, как интересно я рассказываю, и все. А потом в какой-то момент что-то в коридоре такое, бдыщ, то ли разбилось, то ли крики какие-то. В общем, она выходит из кабинета и уходит такая, знаешь, типа, минут на 10. Я думаю, Что она там пишет? Начинаю, значит, достаю этот листочек, который она там заполняла, а там написано, говорит, типа того, что спокойно, одежда опрятная, значит, там прическа аккуратная. Я такой, зачем я это все рассказываю? Она вообще меня не слушает. Характер энергический. Типа того, да. И до меня дошла старая история. То есть мы же всегда знали, что вот как бы некоторая, скажем так, неопрятность в одежде, это признак психологических каких-то отклонений. То есть когда человек, условно, перестает за собой следить, это не означает, что у тебя шизофрения, да, но это как бы начинает такой повод начинать беспокоиться, что если человек, вот если ты там, условно, в неглаженной или в грязной одежде, если ты там не умылся утром, да, это какие-то вот такие мелкие-мелкие вещи, которые тебя как бы имеет смысл на это обратить внимание. То есть с человеком явно что-то происходит. И наоборот, это тоже работает. Если тебе, грубо говоря, плохо с психологической точки зрения, да, ну, не в смысле, что пойди, постригись, да, но вот привести квартиру в порядок, погладить вещи, значит, как-то вот вообще, в принципе, привести вот свое жизненное пространство, упорядочить, да, прибраться, значит, самого себя привести в порядок, это хорошая терапевтическая практика для того, чтобы вернуться в нормальное состояние, да, там, что мы называем нормой, да, это другой вопрос, но вот плюс-минус как бы в какую-то адекватность, да, в какое-то более-менее гармоничное состояние для самого себя. Вот, и здесь вот, кстати, возвращаясь к барельефам-то, да, то есть ты что говоришь, Ройзман был мэром? Был мэром. Он иностранный агент, это бог с ним, но мэром же он был, да. Мы что делаем? Мы делаем барельефы всех мэров. Вот у нас есть инструкция, да, у нас есть правила, и мы этим правилом, у нас был план, и мы ему следовали. У нас был, у нас есть инструкция, мы делаем барельефы. Ройзман был мэром? Был мэром. Все, мы делаем барельеф Ройзмана. Это очень важная штука, потому что в условиях, когда в стране начинает полностью отсутствовать понятие закона, правила, еще чего-то. То есть, когда у нас, грубо говоря, кто сильнее, тот и прав, так начинает все работать. Действия по правилам, как раз то, что случилось с барельефами, это уже воспринимается как троллинг того, что наступает, того безумия, которое продолжает наступать со всех сторон. Того отсутствия закона, того отсутствия правил, которое нагнетается просто уже. И это, да, это тоже, как ни странно, троллинг с моей стороны. Ну, ты правильно абсолютно говоришь, что это попытка ухватиться за какую-то соломинку адекватности. Ну, когда вокруг тебя, грубо говоря, океан, да, бушует прям, а у тебя плотик, плотик, вот ты лежишь на двери, как Роуз Дэвид Бьюкейтер, да, в исполнении Кейт Уинслет, а вокруг холодный океан. И Титаник-то уже утонул, ну, или там он уже тонет совсем. Конечно, ты будешь хвататься за эту дверь, но Роуз Дэвид Бьюкейтер, она лежит на этой двери, и она улыбается, она машет рукой, потому что, ну, слушайте, вы же сами этот Титаник-то все утопили, в общем-то, да? И вот она машет рукой и говорит, что, слушайте, ну, а я вот на двери полежу. Вот у меня пока вот так. Тут второй вопрос. А вот какое-то торжественное открытие этих брельефов было? Было. Вот как много людей, грубо говоря, собрались вместе с Розой на этом плотике? То есть для какого количества жителей Екатеринбурга важно было прийти и как бы-то постоять, скажем так, в атмосфере адекватности? Для очень небольшого, к сожалению. Тут невозможно зафиксировать какие-то цифры. Нет, ну, у тебя есть количество жителей Екатеринбурга. Ну, открытие брельефа нет статистики, сколько народу собралось. Я могу тебе сказать, как человек, который был на концерте группы Short Paris, или Short Paris, не знаю, как правильно, ну, в общем, Николай Комягин. Ну, мы знаем. Великий человек, я считаю, да, великий музыкант. И на его концерте тоже собралось огромное количество адекватных людей. И, учитывая то, что там происходило, я не буду говорить, что там происходило именно. Что там происходило? Ну, там просто звучал, например, лозунг «Нет войти». Вот теперь ты мне объясни, почему ты, вот, как бы, я не буду говорить, что там происходило. Да, в Екатеринбурге был концерт Short Paris, очевидно, антиправительственной, антивоенной группы, которая высказывалась антивоенной. Нет, 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 группа не высказывалась. Группа, смотри, группа не высказывалась, группа давала концерт коммерческое мероприятие. Естественно, все знают позицию Николая, который выходил на митинги в свое время. И когда зрители начали скандировать «Нет войне», они не поддержали это, они не кричали вместе со всеми, не махали руками, но они и не мешали, они не кричали, что перестаньте, что вы делаете. То есть зрительный зал скандировал сам по себе. И человек, который стоял рядом со мной, например, он даже пошутил, что сейчас нас всех заберут отсюда, прям с концерта и увезут. А концерт продолжится. Да, концерт, безусловно, продолжится. Потому что музыканты-то ничего такого не говорили. Музыканты не говорили, музыканты останутся одни. Ну, если музыканты что-то сказали бы, то, конечно, вместо них бы оперативно подвезли Вику Цыганову, сегодня уже упомянутую. Я тебе к тому говорю, что да, Бавильев, или концерт Short Paris, или еще кто-нибудь, или еще какое-нибудь мероприятие. Это я к тому, что ты спрашивал, много ли осталось в России смелых, адекватных, понимающих людей. Много? Конечно, много. А как мы это можем... Слушай, ну вот это все-таки я так немножко... У нас есть циферки? А откуда же мы возьмем циферки? Или мы только по ощущениям можем сказать? Просто понимаешь? Ну, смотри, но это же вот всегда одна и та же история. Сколько это было? Года четыре тому назад была какая-то такая... Когда Навальный еще был на свободе, и он, значит, как-то он... По-моему, это было частью... Возможно, это было его... Собственно, это 18-й же год, да, когда он президент баллотировался. 18-й же год. Да, это был 18-й год. Я всю дорогу вот в тот момент ходил и думал, что Навальному не хватает одного простого лозунга. Ему не хватает... Он все время выступает с позиции, как бы, мы против власти, нас немного, но мы зато вот такие прям очень клевые. Мы против власти. А ведь, по большому счету, если бы он вышел и сказал, большинство людей против всего вот этого, и я являюсь голосом этого большинства... То есть вот как бы ты же... Ну, опять-таки, давай упомянем всех в этом подкасте, да, как вот у нас Екатерина Михайловна-то говорит. Она говорит, что если люди, грубо говоря, чувствуют там условно, что власть ослабела, да, они выходят на митинги. Власть не ослабеет там до определенной степени, пока люди на митинги не выйдут, но как бы вот это вот ощущение того, что... Я просто сегодня ее слушал, она там говорила, что вот люди в Восточной Европе, да, которые протестовали против Советского Союза, они же не все время протестовали против Советского Союза. Они против Советского Союза стали протестовать в тот момент, когда было очевидно, что Советский Союз уже не сможет ответить. То есть как бы вот это ощущение, опять-таки, в воздухе, оно присутствует. То есть если ты знаешь, что ты выйдешь на улицу и получишь дубинкой по голове, ты не выйдешь на улицу. Но если ты знаешь, что ты выйдешь на улицу, а дать дубинкой по голове некому, то ты, соответственно, конечно, выйдешь, потому что тебя все вот это не устраивает. И вот как бы у Навального была вот эта история про то, что нас мало, но мы в тельняшках, а мне как раз я всю дорогу ходил и думал, почему он не выйдет и не скажет, что типа власть слаба, она вам ничего не сделает, давайте объединимся и просто условно пойдем на выборы и сковырнем ее. Мне кажется, что даже простого вот этого лозунга, простого вот этого утверждения было бы достаточно, может, я сейчас ошибаюсь, но мне кажется, было бы достаточно, чтобы, знаешь, сначала типа я и ты, мы бы сказали, да, действительно, нас много, если Навальный же говорит, что нас много, он выйдет и скажет, мы провели соцопрос, нас много, и мы с тобой скажем, нас действительно много, и мы не будем бояться. Нас увидят те, которые боятся и тоже выйдут, а вслед за ними выйдут и все остальные, потому что, ну, как бы, ну, их реально много, давайте присоединяться, так сказать, к победителям. Вот этого тогда не было, и сейчас-то очевидным образом, как бы будет это, не будет это, вот как мы можем вообще узнать, вот, то есть, если бы у нас были, если бы я была свободна, если бы я была горда, да, если бы у нас были циферки, которые бы сказали, ребят, в России 140 миллионов человек, там, не знаю, 80 миллионов человек, 80, да, против всего происходящего, товарищи, надо, ну, не сидеть на жопе ровно, да, а вставать и говорить, например, да, это я из Берлина советую, да. Нет, тут я с тобой не согласен абсолютно, потому что из 140 миллионов всегда 100 миллионов будет сидеть и ждать, куда их поведут, знаешь, в чем дело. А решать будет 40 миллионов, из которых 20 миллионов хотят великую Россию с кучей трупов, а 20 миллионов хотят нормальную, стабильную жизнь в развивающейся стране, да. Ты понимаешь, вот, какие из 20 миллионов поведут, вот, туда 100 оставшиеся и пойдут. А циферки, я тебе, вот, я тебе их изложил, эти циферки, 20 на 20 на 100, можно даже их, в них не сомневаться. Это вот мы с тобой возвращаемся к тому, что у нас есть 100%, 10% уехали, 10% считают, что война это прекрасно. Ну, я бы сказал, да, пусть будет так, 15 на 15, на 70 даже, пусть не так важно, то есть коррекция здесь имеет место. Правила пара. Так нет, я тебе про то, что, смотри, если у тебя есть, вот, это к вопросу о том, что вот эти 10% уехавших, они тем самым, там, условно, очень сильно усугубили эту ситуацию. Я сейчас никого не пытаюсь обвинить, но просто, условно, те 10%, которые остались и которым никто не дает по зубам, те 10%, которые за войну, которым никто не дает по зубам и которые чувствуют себя вольготно и могут бегать и орать, что война это круто, да, если бы, условно, было 10% людей, которые бы давали им по зубам и говорили, что так, нахер, да, завали ебало, война это плохо, они могли в доопределенной степени вдохновить и поднять всех остальных. То есть, еще раз, это же, ну, по большому счету, мы возвращаемся снова, политика это пространство символического. Ты выходишь и говоришь, за мной стоят миллионы, да, и потом танцуешь волшебный танец с бубном, и действительно, там, за тобой встают миллионы. Сам факт того, что ты можешь вот эту фразу произнести и каким-то образом ее подтвердить, хоть каким образом, да, он сподвигнет к тому, что, то есть, хорошо, да, за мной стоят миллионы, вы здесь видите 10 тысяч человек, но каждый из них, там, способен поднять еще 10 тысяч человек, например, да. Вот сам факт того, что ты произносишь эту фразу, тем, кто сидит на диване и вообще никуда не ходит, он им даст сигнал, что, условно, большинство сейчас не за то, чтобы воевать не за Путина, не за дворец в Геленджике, за Плесневелый, вот это вот все, а за то, чтобы, например, там, не знаю, интегрироваться в мир, да, там, значит, отпустить всех политзаключенных и перестать сидеть на нефтяной игре и шантажировать весь окружающий мир ядерным оружием. Давайте, ну, как бы, еще раз, у нас у всех есть положительный опыт кубок по футболу, когда все люди сказали, бля, нам нравится, когда к нам иностранцы приезжают, а нам вообще-то вообще в кайф, вот эта вся история, мы вообще-то не хотим быть страной с особенным путем и со своими особенными скрепами, нас вообще-то все устраивает, пусть к нам приезжают иностранцы, мы рады этому, мы рады интегрироваться в мир, нам вообще-то все это по кайфу. Помнишь? Так, ты у меня опять пропал. Паш. Ну, Паш. Алло. Радкаса слышу. Я тебя нет, к сожалению. А сейчас? Сейчас я тебя слышу, да, говори. Ну, возможно, были небольшие технические проблемы на нашей стороне. Тараганду заметает? Да, у нас погода такая, достаточно. Опять пропал. Салютами, которые звучат. Слушай, ну, я надеюсь, конечно, что в зуме все твои фразы будут записаны, но я тебя, честно, не слышу. А сейчас? Ты говори, говори, говори. Да, я говорю, может быть, это связано с салютами, которые там у нас звучат за окном в связи с старым Новым годом, который наступил уже час сорок минут назад. А в Европе еще только готовится наступать. Откуда в Европе старый Новый год? Вот что за... Действительно, у вас нет ребятского календаря, у вас уже все современно. Так вот именно то, что, ну... Да. Так все-таки, да, вот будет какая-то реплика, завершающая с твоей стороны на мою гневную филиппику? Почему же гневную? Ну, ты понимаешь, вот кто возьмет на себя эту роль человека, вот этого данка, да, с горящим сердцем? Ну, нет, 25 лет воспитывали, да, я бы сказал, даже 30, воспитывали в наших людях, что не надо никуда, значит, стремиться, что нужно быть осторожным человеком. Все из старухи из Ольгиль Горкина, на самом деле. Осторожный человек сейчас – это прямо вот эталон россиян. Даже повестки, которые приносят, главное, чтобы мне не принесли, остальное у меня не колышет. А ты предлагаешь кому-то из осторожных людей стать данка? Ну, они физически не могут. Нет, подожди, я не предлагаю всем людям пойти пожертвовать собой. Нет, я говорю о том, что, ну, условно, даже в 140 миллионах человек человек 10%, которые на это способны, они есть. Ну, Навальный же откуда-то взялся, он же тоже из этих же самых людей. Он же не… Навальный, Яшин, а кто еще? Да. Евгений Вадимович, прекрасно. Уже три человека. И то, Евгений Вадимович, после того, как ему сказали, что разговаривать ни с кем не надо в интернетах, и нейросеть, которая формирует его твиты, тоже должна замолчать. Она замолчала, он же не вышел там ни с какими протестами, он же не стал кричать. Его можно понять, у него благотворительный фонд и так далее. И всех можно понять. Всех можно понять. У всех дети, семьи, репотеки и так далее. И вот на этом все и заканчивается. То есть троллинг есть, троллинг есть, открытие барельефов есть, непринятие войны все равно есть. Но никаких действий не будет. Нет, потому что некому осуществлять. Троллинг, ну это, я не знаю, мне кажется, даже сам троллинг, это такая штука, это как бы алиби. То есть люди формируют себе алиби. Потом они как думают. Потом, когда это кончится, а все равно безумие, оно не может продолжаться долго. То есть это противное самой природе состояние, которое рано или поздно кончится. Вот это я с тобой сильно не согласен. Это мы с тобой в следующий раз обсудим. Я тебе скажу, что безумие может и 70 лет длиться совершенно спокойно. И люди прекрасно живут, адаптируются. И у них все замечательно, их все устраивает. Люди способны адаптироваться к такому. В 1953 году, когда Усатый помер, да, там официально очень многие плакали, но по факту большая часть адекватных людей танцевала от радости. Поэтому насчет того, что... А, Советский Союз кончился? Ну, конечно же, нет. У Никиты Сергеевича все-таки уже было совсем... Это было уже не то. Это было уже все-таки качественно. Новое. Хорошо, окей. У тебя кончилось безумие в 1953 году, но оно, сука, продлилось до 1991. Вот это вот разложение этого безумия, выход из этого безумия, у тебя с 1953 по 1991, это два поколения. Паш, ну как бы... Да, я согласен. Огромная жизнь. Это человеческие жизни, ушедшие куда? А у нас сейчас то же самое, да, конечно. Но если есть люди, которые родились при Путине и умерли при Путине, о чем ты говоришь? Конечно, все так и есть. Причем мы даже знаем, где конкретно они умерли. Да, да. Неважно, где родились, а вот где умерли, да, знаем. Да. Ну, я к тому же... Да, ты прав, конечно же, но только вот все-таки не вижу я данг среди россиян. Нет, я их тоже не вижу. Это не в смысле, что давайте прямо сейчас встанем и будем искать данг среди россиян. Я это прекрасно осознаю. Ну, просто, понимаешь, мне кажется, что словом и пистолетом, ну, ладно, окей, добрым словом можно было бы, можно добиться, можно многого добиться, можно просто переложить всю эту историю и сказать, нет, ребят, вот просто, понимаешь, были бы циферки, можно было бы прямо уже непосредственно с циферками ходить. Так, понятно, нужно как проповедник ходить по квартирам, стучать и говорить, нас много, нас много, но нас реально много. В том-то еще и дело. Да, доброе слово, на данный момент доброе слово наше единственное оружие. Троллинг, троллинг, все троллинг, троллинг. Это и есть, это тоже доброе слово. Это такое доброе слово. Доброе слово и троллинг. Ну, ладно, сегодня, видимо, Субтитры создавал DimaTorzok